Летняя студия первого Ярославского сегодня на одной из крыш областного центра и мой собеседник Олег Нинилин, директор регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. Олег Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли в своем плотном графике, уделили нам время. Сегодня мы находимся на одном как раз из объектов, на котором проводился капитальный ремонт. Я знаю, что не без проблем здесь проходило все. Расскажите несколько слов об этом объекте. Это один из таких сложных объектов, хоть и плоская крыша, но она многосекционная, здесь лифтовые шахты. В прошлом году, где-то в марте-апреле месяце был сделан проект для данного дома. И в принципе с июля по сентябрь месяц должны были быть выполнены работы по ремонту. И так получилось, что компания, которая пришла, Переславская жилищная компания, которую неоднократно мы уже обсуждали на различных площадках, она взяла этот объект, вскрыла кровлю и не справилась с объемом работ. Вынуждена была осенью законсервировать. Были здесь постоянно протечки. На зиму эта кровля ушла также в неком таком полузаконсервированном виде. И очень много у нас было проблем. Очень много людей пострадало на этом доме. Более 50 квартир. Вот. И, ну, к сожалению, очень много было проблем создано. Сейчас? Какой стадии выше? Мы отказались от этой компании. Мы расторгли практически все с ней договора. В том числе по этому дому наняли нового подрядчика, который буквально за месяц выполнил работы. Сегодня как раз нас проверяет департамент госжилонадзора на этой кровле. И приходим к поводу о том, что можно за месяц сделать качественные работы. У нас уже прошли дожди сильные. И, в принципе, здесь не было никаких проблем. Жалоб тоже не поступало. Претензий к новому подрядчику у нас абсолютно никаких нет. Лишний раз доказывает, что при хорошем, правильном подходе к решению вопроса можно сделать качественные. То есть проверку главным экспертам погодой эта крыша выдержала? Ну, у нас в последнее время дожди нас радуют. И были очень сильные ливневые дожди. Все прошло без каких-либо происшествий и жалоб. Олег Евгеньевич, с того момента, как вы возглавили региональный фонд содействия капитальному ремонту, достаточно многое в работе фонда изменилось. Я сейчас имею в виду и камеры видеонаблюдения, которые установлены на трех домах. На трех, в настоящий момент времени. А будут еще камеры где-то установлены? И есть ли уже от этого эффект? Я знаю, что вы активно в социальных сетях, да, как раз пустите эти фотографии. Вот недавний случай подтвердил, что камеры нужны. Ну, то, что сейчас три камеры установлены, это, по сути, пилотный проект. Мы только начинаем эту работу. Мы ищем провайдеров, которые нам могут оказывать помощь. Общаемся с подрядчиками, определяем, как их устанавливать, в каких местах, чтобы наиболее эффективно смотреть за тем, что происходит на объекте. В перспективе мы рассчитываем на то, что у каждого подрядчика, который у нас будет работать, видеонаблюдение будет установлено. Вначале на одном-двух объектах, а в перспективе на большем количестве объектов постараемся кровли максимально закрыть видеонаблюдение, потому что остальная работа по инженерным сетям в подвале, они менее подвержены тому, чтобы за ними наблюдать. А кровли постараемся закрыть все. По поводу эффекта нужно понимать, что основная задача в виде наблюдения заключается в том, чтобы подрядчик понимал, что он находится под постоянным контролем. Практика показывает, что подход к культуре выполнения работ, подход к складированию материалов, подход к сбору мусора, он абсолютно сразу быстро меняется. И мы видим колоссальный эффект. В тот день, когда мы устанавливали первые камеры, было установлено, что на крыше появились неустановленные лица, была попытка украсть материалы. Очень оперативно сработали все, информация поступила про охранительные органы, пресекли правонарушения. То есть эффект колоссальный. Сейчас мы проводим штабы в фонде, и подрядчикам, когда нам начинают рассказывать, мы уже эти объекты подсвечиваем, говорим, вот, пожалуйста, смотрите, что у вас происходит на площадке. И директорам организации это тоже нравится, и я думаю, что вот это направление, вот этот тренд, мы его сохраним обязательно. И, ну, мне кажется, что большое подспорье нам будет в плане организации контроля и в плане вообще повышения культуры производства работ на объектах. Я знаю, что помимо камер видеонаблюдения, используете сейчас в своей работе, скорее всего, наверное, все-таки в контроле опять на подрядчикам, да, квадрокоптер или, как их принято называть, дрон. Вот, действительно, он необходим в современных условиях для качественной работы и хорошего результата. Мы пробовали несколько раз работать с дроном на скатных кровлях. Когда работы заканчиваются, очень сложно на скатной кровле внимательно посмотреть. И практика, опять-таки, показывает, что дрон позволяет абсолютно близко посмотреть все примыкания, как сделаны швы, как сделаны отливы. То есть, в принципе, он помогает. И очень хорошо смотреть панораму, да, то есть, как было, как стало в плане популяризации, в плане того, чтобы людям показать вот эту вот красивую картинку. Тоже очень хороший эффект. У нас население внимательно смотрит, следит за этими фотографиями, в принципе, нравится. Население действительно достаточно активное сейчас. И вы, в том числе, я повторюсь, да, в социальных сетях активно свою деятельность сейчас, ну, используя такое слово, пиарите. Есть обратная связь? Поступают ли вам вопросы от жителей? Может быть, обращаются за советом? Количество обращений очень большое. У нас несколько направлений. Соцсети, ну, само собой, я уже давно там, в принципе, представлен. И сейчас количество обращений по тем или иным вопросам, оно только увеличивается, потому что, когда можно там в Фейсбуке зайти и непосредственно руководителю фонда задать те или иные вопросы, получить прямо в режиме онлайн ответы. А вы отвечаете сами? Ну, да. Ну, не знаю, у нас у многих, знаете, есть помощники, которые сидят в социальных сетях и якобы отвечают от их лица. Нет, кто меня знает, давно, еще и до депутатства, потом во время депутатства, и вот сейчас при руководстве фондом, я всегда пользуюсь соцсетями сам, и сам общаюсь с населением, сам отвечаю на все вопросы. Сейчас мне, опять-таки, мои айтишники в фонде дают возможность получить оперативный доступ ко всей информации, касающейся капремонта. Я уже вне рабочего места могу абсолютно спокойно найти любой дом, найти состояние по этому дому, там вплоть до каждой квартиры, платит, не платит. То есть вся оперативная информация у меня теперь под рукой на ноутбуке. Я могу, где бы я ни находился, всегда посмотреть и дать ответ. Что касается остальных направлений, прием граждан мы осуществляем, я еженедельно по понедельникам веду личный прием. Люди приходят с большим количеством вопросов, это касается как проводимых ремонтов нами сегодня, так и накоплений средств на специальных счетах. Люди приходят с вопросами, как организовать, как найти подрядчика. СМЕТу просят иногда проверить, то есть очень много вопросов. Ну и третье направление, это онлайн-консультирование, которое мы тоже сейчас планируем в ближайшее время вести. Раньше до фонда, я еще сам когда-то там не работал, пытался дозвониться, очень сложно, тем более получить консультацию. И сейчас мы хотим сделать многоканальную телефонию, IP-телефонию, которая позволит любому жителю Ярославской области дозвониться без проблем и получить любую консультацию. А те идеи, которые уже реализованы, вот признайтесь честно, камеры видеонаблюдения, ваша инициатива или все-таки опыт, который приобрели, может быть, во время поезд? Ну в России нет, в России нет, это практика, ну если вот посмотреть исторически, это практика, еще президент у нас, вот когда какие-то стройки большие, либо вот расселение, после каких-то чрезвычайных ситуаций происходило расселение, нужно быстро построить там жилой фонд, видеонаблюдение государством использовалось. В принципе, такие примеры есть. На капитальных ремонтах таких примеров пока нет, сейчас федеральные центры на нас посматривают, на наш опыт, и я думаю, что тот порядок информационного обмена, который сейчас при Министерстве строительства организован, он позволит лучшие практики объединять, ими делиться и перехватывать. То есть мы, в свою очередь, тоже некоторые вещи от наших коллег из других регионов принимаем, это вопросы, связанные с строительным контролем, в Татарстане очень интересный опыт, в Нижнем Новгороде уже перешли на единую квитанцию, то есть там нет 10 квитанций, капремонт, там в общей квитанции на то, что люди получают, на жилую услугу, это очень удобно, сразу происходит расщепление платежей, мы тоже в ближайшее время планируем это реализовать у нас в Ярославской области. Поэтому вот постоянный информационный обмен, опять-таки при помощи соцсетей, у нас есть чат руководителей и региональных операторов, где мы каждый день общаемся, какие-то вещи обсуждаем, очень помогает это. Немного теперь к цифрам перейдем, я знаю, что сейчас принята краткосрочная программа, рассчитана на два года, и, как сказала глава регионального правительства Александр Князьков, упор сделан на проектную деятельность, но все-таки есть дома, где работы ведутся. Вот, может быть, в цифрах, как выглядит сегодня ваша работа? Ну, значит, у нас некое наследие, вы правильно сказали, перешло с прошлого года, это порядка 500, наверное, объектов, это то, что они сделали в прошлом году, и то, что перешло на этот. В общей сложности на 16-й год запланировано где-то 1360-1365 видов работ, из них 500 переходящих с прошлого года, это СМР, то есть непосредственная работа по ремонтам, и где-то, ну, там, порядка 900 работ, это проектирование. И правильно вы сказали, что было принято принципиальное решение перейти на двухуровневое формирование программы, то есть сначала мы проектируем, и только после того, как появляется готовый проект, мы его выставляем на конкурс и начинаем выполнять работы на доме. Это принципиальная позиция сейчас занята по всей стране, все субъекты федерации перешли вот именно на такое планирование. В настоящий момент времени из перешедших домов 160 где-то сданы, и более 200 еще находятся в работе, но с очень высокой степенью готовности, 80, 90, 99 процентов. Где-то у нас документация не до конца готова, где-то остались небольшие вопросы, где-то мы в квартиру не можем зайти, чтобы там заменить часть стояка. То есть, по большому счету, вот то, что переходит с прошлого года, мы уже на некой финишной прямой находимся. Сомнений в том, что мы эти работы доделываем в этом году, у нас практически нет. И что касается проектирования, вот эти около 900 проектов, которые мы сейчас делаем, это, по сути, начало работы в 2017 году. И мы уже практически все расторговали, и более того, у нас уже сейчас практически каждый день проектные институты нам приносят готовые проекты. Мы в течение где-то недели в отношении каждого проекта рассматриваем вопросы, утверждаем, и по большому счету мы в конце июля, в начале августа готовы уже дополнительно к тому краткосрочному плану, который был сформирован, в апреле месяце утвержден правительством. Мы уже готовы в августе дополнительные работы включать на СМР, и вот за оставшиеся там 4-5 месяцев еще дополнительно выполнять работы к тому плану, который был утвержден, таким образом нагоняя вот то отставание, которое произошло в 2015 году. И, соответственно, те планы, которые у нас на 2017 год, мы их будем передвигать. Сделали проекты в августе 2016, 50 проектов из 2017 года передвинули в 2016. То же самое касается работ. То, что запроектировали, из 2017 берем уже в работу в 2016 году. Таким образом, мы планируем к середине 2017 года уже выйти на плановые параметры и в 2017 году нагнать то отставание, которое у нас произошло по результатам 2015 года. Остановлюсь немножко, наверное, на жителях, для которых этот ремонт капитальный производится. И не могу не упомянуть случай, который произошел буквально недавно, когда на одну из крыш просто не пустили подрядчика, жители дома по проспекту Ленина. Проспект Ленина, дом 7. Ситуация, она опять-таки пришла к нам с 2015 года. Дело в том, что состояние дома, оно довольно-таки такое плачевное. И люди начинают переживать, потому что есть трещины на фасаде здания. Может быть, они не вызваны какими-то подвижками в фундаменте, но люди все равно, видя это визуально, они переживают о том, что если мы сейчас начнем ремонтировать крышу, весь дом как карточный развалится. Поэтому сейчас мы договорились о чем? Пока мы приостановили работы, подрядчику дали соответствующие указания. Есть у нас два варианта развития событий. То есть, если сейчас мы не убедим жителей в том, что дом подлежит капитальному ремонту, у них есть возможность обратиться в межведомственную комиссию, которая будет рассматривать их заявление о признании дома аварийным и подлежащим расселению. Но, поскольку дом находится в центре, большинство собственников на самом деле не очень хотят признать дом аварийным, потому что они понимают, что при расселении они могут уехать куда-нибудь на резинотехнику в отдаленные районы. И поэтому все-таки большинство склоняется к тому, что давайте подумаем, как ремонтировать, но докажите нам, что дом не рассыплется. В этой части мы предложили еще один вариант на 2017 год. Дополнительно к ремонту кровли, который мы планировали и планируем сделать в этом году, мы им добавляем ремонт фасада, ремонт инженерных сетей. То есть, чтобы уже этот дом не просто по одному виду работ привести в порядок, а уже некий такой элемент комплексного ремонта дома. Собственники взяли две недели на подумать. Я думаю, что один из этих вариантов они выберут, и мы уже, наверное, к концу июля все-таки приступим к ремонту кровли. Либо же мы исключим этот дом из программы и отправим его по пути в признание аварийным и подлежащим расселению. Ну и в заключении еще пара вопросов от жителей. Я так немножко провела мониторинг социальных сетей и порталов ярославских. Кто определяет периодичность проведения капитального ремонта и какие виды работ за счет средств регионального фонда можно проводить? Ну, вообще существует долгосрочная программа. Я думаю, что о ней уже все слышали неоднократно. Она рассчитана на 30 лет, а по большому счету эта программа навсегда. То есть она будет так или иначе обновляться. И уже тогда при формировании 30-летней программы выстроилась определенная очередность. Она зависит от физического состояния многоквартирных домов. К сожалению, при формировании программы были где-то ошибки, неточности, поэтому она немножко является такой подвижной. У нас происходят перестановки, кого-то немножко подальше ставим, кого-то вперед ставим. Именно из-за этой причины у нас появилось такое понятие, как третий критерий. Это когда состояние конструктивных элементов, инженерных сетей в доме очень плохое. И требует незамедлительного вмешательства, поскольку причиняет ущерб имуществу граждан, жизнездорою создается угроза. Вот по этому третьему критерию можно ежегодно до половины всего краткосрочного плана формировать. Но здесь приоритет как бы в решении отдается органам местного самоправления. То есть собственники обращаются в свой орган местного самоправления, либо там, если в Ярославле, это мэрия города Ярославля, если в других населенных пунктах, то это администрация. И они уже вот сейчас, в данный момент времени у нас формируются списки на 2017 год. Поэтому собственники, где там течет крыша, как решето, или инженерные сети настолько изношены, что постоянно аварии, они обращаются в территориальную администрацию и просят, чтобы их включили вот в этот адресный перечень по особому вот этому третьему критерию. И мы вот где-то, наверное, до середины июля уже формируем адресный перечень со всех муниципальных образований, собирая, и выходим уже к собственникам, чтобы они на общих собраниях приняли решение о том, что да, действительно, мы хотим провести ремонт. Ну и плану где-то, наверное, к 1 ноября мы постараемся краткосрочный план на 2017 год уже утвердить. Что касается видов работ, то он изначально подразумевал кровли, все инженерные коммуникации, будь то холодное, горячее водоснабжение, отопление, электричество, это фасады зданий, это фундаменты, подвальное помещение. И с этого года дополнительно было включено ремонт лифтового хозяйства, установка приборов учета. И вот это вот весь пул работ, наверное, кроме ремонта подъездов практически все вошло в капитальный ремонт, и собственники имеют возможность свой же фонд восстановить. Я благодарю вас за интересную беседу, благодарна вам за то, что поддержали нашу идею и записали мы с вами это замечательное интервью на крыше, несмотря на ветер и меняющуюся постоянную погоду. Я желаю вам удачи. Спасибо. Зрителям напоминаю, сегодня в летней студии Первого Ярославского был Олег Нинилин, руководитель регионального фонда содействия к капитальному ремонту многоквартирных домов. Оставайтесь на Первом Ярославском, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»